Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы приготовить вкусную и полезную пищу. А что вы считаете вкусной едой и полезной? Салат. Салат. Правильно. Какой салат? Из чего он состоит? Из овощей и фруктов. Правильно. А овощи и фрукты какие полезные? Вареные или свежие? Свежие. Конечно, свежие. Смесар. Конечно, это зелень. Какую зелень вы любите? Какую знаете? Укроп. Укроп. Петрушка. Петрушка. Еще? Салат. Базилик. Салат. Есть в итальянской кухне базилик. Мята. Это отличная мята. Сегодня мы приготовим, казалось бы, из обычных продуктов, из свеклы и моркови, необычный салат. А будет он у нас заправлен не майонезом и не маслом, а будет он у нас заправлен молотым кунжутом. И вы попробуйте, какой он вкусный. Не солить, не добавляя сахар мы не будем. Давайте начнем. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется обратить ваше внимание на применение сырой свеклы. Вареная свекла и сырая свекла не совсем разные продукты, но сырая свекла более агрессивна, с большим количеством кислот, поэтому не в каждой возрастной группе, не с каждым состоянием желудочно-кишечного тракта она может подойти. Если говорить о возрасте, обратите внимание, Полина и Маша, детки маленькие, они старше трех лет, использовать в их рационе сырую свеклу, безусловно, уже можно, но делать это нужно очень аккуратно, с небольших количеств, смотреть на переносимость и затем уже включать ее в рацион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зелень. Угу. Держи. А какой стороной тереть? И ты тоже будешь резать зелень. На самой крупной терке. Какая у нас крупная? Да, для овощей. Вот эта. Какая крупная для овощей? Вот эта. Правда. Правда, не испачкайтесь. Угу. Как будем резать зелень? Я сейчас вам покажу. Девочки, мальчики, посмотрите, пожалуйста. Вот смотрите, зелень, чтобы нам ее эффективно резать, да? Ну, кто-то может ножничками резать. Мы ее вот так складываем. Еще раз складываем и начинаем вот такими движениями аккуратненько, мелко ее резать. А что еще можно делать с зеленью, если ее не резать? Да. Просто есть и украшать блюдо. Украшать блюдо. Правильно. А еще что? Зелень можно аккуратно нарвать. Без ножа, да? То есть на листочке. И это будет очень красиво. Крупно. Так. Вот так. Вот ее можно взять вот так. И вот такими движениями мы ее натираем. Угу. Кто любит морковку? Я. А за что вы ее любите? За то, что она вкусная. И полезная. И там содержится почти все витамины. Морковь, ты на морковь. Из меня салат готовь. Положи борщик в суп. Из гороха есть круп. Ешь морковь, кусок мой пей. Будешь только здоровей. Да. А на какой терке начинается? Если мы съедим морковку, то мы сможем лучше видеть. Да. Морковь полезна для глаз. А чтобы она стала полезной для глаз, что надо к морковке добавить? Кто знает? Кто? Что? Не знаю. Морковка. Вот так, да? Морковка содержит витамин А. И усваивается он в нашем организме лучше с растительным маслом. Поэтому капельку оливкового или растительного масла в такой салат из моркови можно добавлять. Еще очень моркови что подходит? Что-то сладенькое. Например, изюм или курага. Да? Сахарков. Сахарков можно немножко. Сметана. Сметана подходит. Правильно. Есть такой известный салат. Да. А сметана, она жирная и как раз лучше будет усваиваться витамин А. Чем полезна свекла? Возьмите. Вот так. Свекла помогает свечнику в хорошем. Отлично. Прямо в точку. Сметана содержит много микроэлементов, которые полезны для нашего организма. Она очищает кровь. Вот какая полезная стекла, особенно в свежем виде. Теперь мы начинаем замешивать. Итак, давайте мы повторим. А что же у нас здесь? Стекла, морковь, свежие. Мы просто натерли свежую свеклу и морковь. И мы не добавляем ни соль, ни сахар, а добавляем молотый кунжут. А кто знает, что такое кунжут? Кунжут это то, что есть, например, на гамбулгерах сверху, так поступить. А что это такое? Это семена. Это семена. Вот они там находятся, видите, можно их рассмотреть поближе. Мы их смололи. И сейчас мы добавим на это количество где-то 2 третьих стакана молотого кунжута. И очень-очень хорошо размешаем. Хотелось бы упомянуть о кунжуте. Конечно же, вы знаете этот продукт, и наверняка помните о том, что это богатый источник кальция и витамина Д. Но, как правило, родители не обращают внимания, что можно использовать в процессе приготовления эти семена. Поэтому вот в данном случае, в этом сочетании, в этом салате это прекрасно. И дома практически в любой салат вы можете добавлять семена кунжута. Это важнейший источник кальция и витамина Д растительный. Очень важно на севере. Очень важно для роста костей и зубов у детей. Смотрите, какой у нас получился яркий салат. Сейчас мы его разложим, и каждый его попробует. Ну как, нравится? Какой он красивый, да? Посмотрите, какой у него получается яркий-яркий цвет, да? Видите? Давайте его пробовать. Каждый сам себе сейчас украсит его петрушечкой. А вы сможете такой салат сделать? Как мы назовем этот салат? Какие у нас будут идеи? Вкусная жизнь. Вкусная жизнь. Так, а еще? Можно назвать этот салат, например, здоровье? Ведь он полезный для здоровья, да? А можно назвать просто этот салат полезный? Можно? Можно. Давайте пробовать. Сначала надо взять небольшое количество, да, и хорошенечко-хорошенечко его разжевать. Сколько раз надо сжевать? 33 раза. Давайте пожуем 33 раза, посчитаем 7. Чувствуете вкус? Друзья мои, сегодня мы приготовим овсяный смузи. Кто знает, что такое овсянка? Овсянка это... Виткаш. Из овсянки делают кашу. Да. Есть такие овсяные хлопья, вот они у нас на столе стоят. Еще из овсянки делают печенье. Да, есть овсяное популярное, очень знаменитое печенье. Да. Овсянка это уже, в принципе, готовый продукт, да? Из нее уже сделали хлопья, чтобы мы с утра могли очень быстро сварить кашу. Да? Да. То есть буквально молочко у нас скипело, мы положили несколько ложек овсянки, и наша порция готова. Польза злаков неоспорима в питании детей. По сути, злаковый прикорм, то есть каша, является первым прикормом, кроме... То есть другой продукт, кроме грудного молока или его заменители, которые пробуют ребенку в жизни. Почему важны злаки? Прежде всего, это растительный белок, это очень важно. Это клетчатка, это пищевые волокна, это витамины, это минералы. Завтрак любого ребенка в любом возрасте, да и взрослого тоже, должен начинаться с каши. А сегодня мы сделаем из него смузи. То есть это такое густое молочко. А скажите, пожалуйста, вы молоко любите? Да. А все любят молоко и все его пьют? Да. Детки очень любят молоко. Вот смузи будет сегодня похож на вкус молока. А чтобы он был сладеньким, как молочко, мы добавим размоченные финики. Сейчас я вам расскажу, как нужно эти финики почистить. Все знают, что финики, они очень сладкие, да? Да. А внутренних содержатся? Косточка. И вот эту косточку и надо убрать. Поэтому мы берем один финик, чистим его от косточки. Посмотрите, какие они маслянистые, какие они густые. И очень-очень сладкие. А косточка. А скажите, пожалуйста, вы много сахаром пользуетесь у себя дома? Нет. Нет? Вот, например, чай. Кто пьет чай сладкий? Нет. Я только когда болела пила, ща, чтобы была глюкона. Отлично. А скажите, пожалуйста, у вас сахар всегда на столе стоит? Нет. Ну, чуть-чуть послачать можно. Потому что сахара очень-очень много сейчас. И все знают, что малыши и детки любят этот сахар, да? Да. Поэтому, чтобы сахар не наносил вред нашему организму, мы используем финики. Они тоже очень сладкие. И сахар в них содержится полезный. А кашу овсяную вы часто кушаете по утрам? Ну, нет. Как только бабушка. Я часто. Как бабушка Ваня. А ты часто, да, кушаешь? А вот у меня, моему взрослому сыну очень нравится каша. Он сам ее готовит по утрам и готовит своим детям. Для приготовления овсяного смузи нам понадобятся размоченные хлопья наши овсяные. Мы добавляем немножко фиников размоченных. Вот так мало. И добавляем воды. Мы же готовим смузи. У нас сегодня полезный смуз. Поэтому у нас будет смузи. Какое интересное, полезное блюдо. Прежде всего овсянка, источник растительного белка, витаминов, микроэлементов. В состав входят финики. Финики прекрасно. Они добавят замечательную сладость этому блюду. Можно ли заменить финики на что-то другое? Безусловно, либо добавить, либо заменить. Изюм, чернослив, возможно, кураган. Тоже будет прекрасным составом к данному блюду и продукту. Детям рекомендуют пить молоко. А взрослым оно не очень подходит. Потому что это детский напиток. Корова же выращивает своего теленка. Он же у нее маленький, и она ему дает молоко. Поэтому для детей молоко полезно. Но не всегда для взрослых. Давайте попробуем наш смузи. Посмотрите, какой он получился. Густой. Это не только аппетитно, но и вкусно. Мало того, что это вкусно, это еще очень сытный и полезный напиток. Его можно использовать вместо молока утром. Как легко его сделать. Я всегда делаю так. Вечером замачиваю овсяные хлопья и финики. А утром у меня чудесный напиток готов. Да, на самом деле сахара нет. Но детки все любят сладенькое, да? Любят сладенькое. Смотрите, как вам нравится. Молодцы. Можем ли мы заменить финики на что-то другое? Конечно. Использовать чернослив, изюм, курагу тоже возможно. Главное, не потерять сладость. Чтобы это было приятно ребенку. Чтобы он с удовольствием ел этот продукт. Теперь я хочу вам дать задание. Домашнее задание. Скажите, пожалуйста, вот вы дома сможете приготовить такой просто простой напиток и угостить всех своих близких? Конечно, он очень простой. И даже вы сможете воспользоваться блендером самостоятельно, да? И удивить своих близких таким замечательным напитком. А что делать, если ребенок не любит кашу, не ест ее? В таком случае я считаю, что это блюдо – прекрасный заменитель, прекрасная альтернатива, сладкий, вкусный. Вы же обратили внимание, что все детки с удовольствием его попробовали. А более старшие детки могут готовить его самостоятельно и вас им побаловать. Это же здорово! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова